Добрый день! Давайте посмотрим, какие события происходят на звездном небе. Событий происходят достаточно много и достаточно такие непростые. Ну, во-первых, уже на прошлой неделе развернулся Меркурий и идет в обратную сторону. А это говорит о том, что сейчас самое время посмотреть в прошлое, доделать какие-то недоделанные дела. Марс еще не поменял, но вот буквально завтра-послезавтра Марс меняет свой знак и переходит из знака весов в Скорпион. Это тоже внесет изменения в жизни многих знаков Зодиака. Поскольку Луна во Льве, начинаем со знака Лев. Луна сегодня затрагивает несколько позитивных аспектов, которые находятся в Стрельце. То есть, сегодня какие-то, ну, очень хорошие новости могут прям вот посыпаться вам на голову. Дальше ситуация тоже будет достаточно ровненькая. Рекомендую с переходом Марса в Скорпион вам при всех хороших аспектах, тем не менее, будьте аккуратны со всеми марсовскими проявлениями. Если у вас машина, отвезите ее на ТО и как-то будьте более аккуратны, не превышайте скорость. Дева. Если вы будете терпеливы, то вот после 20-го числа с переходом Сатурна у вас начнется прекраснейший период, причем не на неделю, а на 2,5 года. Поэтому пару неделек потерпеть можно. Весы. Сегодня такая достаточно уравновешенная ситуация у весов. Марс, наконец, выходит из вашего знака, и это замечательно, потому что последние пару недель он делал достаточно напряженный аспект, и вам было немножко неспокойно. 11-го числа, где-то во второй половине дня, ваш знак входит Луна, и это может нарисовать какие-то приятные сюжеты вашей реальности. Но 13-го числа конкретно, будьте любезны, повышенная внимательность со всем связанным с электричеством. Скорпион. Всем, конечно, хорошо, но только не скорпионам. Сегодня Луна Скорпиону будет создавать такой немножко напряженный аспект, но ничего страшного, Луна достаточно быстро движется, уже завтра все это завершится. То есть, если сегодня вам будет не по себе, имейте в виду, что это ненадолго. Стрелец. Сегодня Луна затрагивает почти все планеты в Стрельце, и это может какие-то яркие, интересные проявления сегодня быть в жизни Стрельцов. Что касается завтра, вот завтра, послезавтра и даже середина понедельника, Луна будет идти по знаку Дева, и это будет включать напряженные аспекты к тем же самым планетам. Поэтому суббота, воскресенье, понедельник более аккуратно, более сдержаны, будьте в своих эмоциональных проявлениях. Козерог. Сегодня так себе, а вот завтра какие-то приятные, неожиданные такие вот подарки судьбы могут обрушиться на вашу голову. Луна будет в Деве, и это как-то симпатичненько будет смотреться в вашу сторону. Далее, очень хорошая новость, то что Марс выходит, наконец, из знака весы, потому что полтора месяца он создавал такое вот напряжение в жизни козерогов. Сейчас ситуация будет только улучшаться. Водолей. Сегодня Луна в оппозиции к вашему знаку, поэтому эмоциональный фон у вас может быть не в самом лучшем виде, но это опять-таки все ненадолго. Луна достаточно быстро движется. Очень симпатичная ситуация нарисуется в вашей реальности. С 11-го числа Луна переходит в знак весы, и 11-е, 12-е, 13-е, что-то благоприятное в вашей реальности будет. Далее, переход Марса в Скорпион. Это не самая лучшая для вас новость, поэтому со всеми проявлениями Марса будьте осторожны. Зато вот для знака рыб это очень хорошая новость, то что Марс переходит в Скорпион. Это придает рыбам силу, уверенность, и сейчас две планеты, достаточно мощные, и Юпитер, и Марс, будут на стороне рыбы. Конечно, четыре планеты в Стрельце немножко портят настроение рыбам, тем не менее, к вам в поддержку сейчас добавляется Марс. Опять-таки, так же, как и Девам, если вы будете немножко терпеливы, то с 20-го декабря, в 2,5 года, у вас начнутся такой вот повышенной фартовости, если можно так сказать. Овин. Вот этот большой треугольник, о котором я говорил вначале, он как раз замыкает Лев, Стрелец и Овин. Так что сегодня ожидайте что-то такое яркое, интересное в эмоциональном плане. Вот четыре планетки, которые сейчас в Стрельце, замечательную позицию формируют именно для вашего знака. Так что используйте это положение до 20-го декабря, нагрузите себя какими-то важными делами. Рекомендую внимательность и к своим эмоциям, это 11, 12, 13 число. У нас будет в весах, это оппозиция к вашему знаку, и вы можете иногда, не всегда под контролем будут ваши эмоции. То есть обратите внимание на эти дни. Знак Телец. Вот для Телецов лучше бы, конечно, Марс себе оставался в весах, но тем не менее мы же не можем диктовать Марсу, как ему двигаться. Марс переходит в оппозицию к вашему знаку, и это рекомендует повышенную внимательность. То есть, еще раз, эта позиция Марса рекомендует Водолеям, Львам и Тельцам повышенную осторожность, повышенную внимательность со всеми марсовскими проявлениями. Иногда может вспышки агрессии быть, все, так что научитесь какой-то сдержанности и аккуратности на дорогах. Что касается близнецов, вот вам завтра-послезавтра будет немножко некомфортно, потому что Луна в Деве, ну, будет создавать такие сложности. Так что попробуйте в эти дни держать эмоции под контролем. Далее, Луна переходит 11-го числа в знак Весы, 11-го, 12-го, 13-го. Какие-то такие позитивненькие, благоприятные сюжеты ожидаются в вашей реальности. Рак. Переход Марса в Скорпион. Прекрасная новость, вот, и для рыб, и для раков. Пока Марс шел в весах, раки, вот так же как Козероги, чувствовали такой некоторый дискомфорт, некоторая скованность, давленность в действии. То есть, сейчас у вас раскрываются горизонты, вы можете начинать, если у вас были какие-то проекты, самое время начинать их осуществлять. Тем не менее, очень рекомендуем с переходом Луны в Весы, 11-е, 12-е и 13-е декабря, быть поаккуратнее, по сдержаннее со своими эмоциями. Внимательность на дорогах, внимательность с электричеством. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова